Дуэль с самолетом. Наш следующий рассказ о том, как о неизвестном эпизоде обороны Бендер рассказал камень с надписью, причем спустя 42 года после Великой Победы. Реликвия хранится в историко-краеведческом музее и открыта для всеобщего обозрения. Это было еще в 1987 году. Пионеры собирали металлолом. Дело привычное. В каждой школе были горы из старых ржавых предметов. В одной из таких железных свалок и копался семиклассник Саша Фролов. Пытался отыскать заготовку для урока труда. Наткнулся на сверток. Он лежал в бочке из-под извести. Мальчишеское любопытство взяло вверх. Там оказался этот камень с высечной надписью о подвиге красноармейца Бардина Ильи Игнатьевича. Там же находилась солдатская кружка и устав пехоты РКК. И еще несколько предметов. И вот этот мальчик, он отнес эти предметы учительнице средней школы номер 2 Мария Бариховна Ингер. Учительница, осмотрев находку, поняла – в руках уникальный экспонат. Обратилась в местный музей. Там предположения подтвердили. Найдено новое звено в недостающей цепи истории обороны города. Позже выяснят подробности дуэли между советским пулеметчиком и вражеским летчиком. В заключительных боях бендерской обороны в районе моста из пулемета Илья Игнатьевич Бардин уничтожил немецкий самолет, который на бреющем полете опускался над мост, хотел его разбомбить. И Илья Игнатьевич Бардин установил этот пулемет таким образом, чтобы он мог вести огонь по воздушным целям. Дуэль была выиграна. Немецкий самолет сбит. Сам Бардин тяжело ранен. Бойцы Кишиневского коммунистического истребительного полка, ставшие свидетелями подвига, нацарапали надпись на камне. Поражаешься, как эти люди далеко смотрели вперед. Казалось бы, немцы наступали, наша армия наступала, ситуация была такая критическая. И тем не менее, они смотрели в будущее, они хотели, чтобы этот подвиг Бардин дошел до грядущих поколений. О находке в конце 80-х писали в союзной прессе. Газеты тогда печатались миллионными тиражами. И статья нашла отклик. В музей пришло письмо из Оренбурга. Написала жительница нам города Оренбурга. И в своем письме она написала о том, что она работает в одной из городских больниц. И у нее на излечении часто находится вот как раз этот человек. Бардин Илья Игнатьевич. Ну а дальше уже было все просто. Она сообщила данные о нем, то есть его адрес, мы с ним списали. Илья Бардин был уверен, об этом событии никто не знает. Сам не раз обращался в военные архивы, но его фамилия не значилась ни среди живых, ни среди погибших или без вести пропавших. Впрочем, о подвиге героя так бы и никто не узнал, если бы не воина Кишиневского коммунистического истребительного полка и непытливый советский мальчик. Жанна Настас, Евгений Никонов, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.